Добрый вечер, в студии Дмитрий Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажем вам о главных событиях округа к этому часу. В Сургуте дети из Макеевки испытали на себе целебные свойства кедровой бочки. Какие еще процедуры назначили юным гостям из ДНР? Позволяет видеть насквозь и чувствует запахи. Какая техника помогает нижневартовским таможникам находить запрещенную продукцию? Модернизацию площадки хоккейной команды «Югра» закончат в середине августа. Это повлечет за собой переход на канадский стандарт. Обо всем подробнее прямо сейчас. В «Югре» вводят особый противопожарный режим. Такое решение приняли члены окружного правительства. Напомню, с 22 июля по сегодняшний день в регионе действовал режим ЧАЭС в лесу. Обстановка стабилизировалась и его отменили. Однако из-за увеличения доли ландшафтных возгораний на территории «Югры» принято решение ввести особый противопожарный режим. Это сделано для того, чтобы предупредить возможные происшествия, связанные с возгораниями, и повысить меры ответственности юридических, а также физических лиц за нарушение требований безопасности. 23 природных пожара действуют в «Югре» на сегодняшний день. Огонь прошел около 4000 гектаров. Уже локализовали 9 очагов. Об этом рассказал первый заместитель директора департамента «Нидропользование и природных ресурсов» и «Горсбродов». Со стихией в регионе борются почти 600 человек. Это не только пожарный МЧС, но и подразделения авиалесохраны и Центра спаса «Югория». Привлечены также сотрудники лесничеств и арендаторы. Им помогает техника, пожарные машины и вездеходы. А с воздуха поддержку оказывают 16 бортов. Из них 12 самолетов Ан-2 и Ан-22, а также 4 вертолета Ми-8. За сутки произведено 23 слива, 71,5 тонн воды, отработано 1170 метров кромки. За сутки ликвидировано возгорание в 5-клометровой зоне деревни Щекурья и Пальянова. Угроз от лесных пожаров населенным пунктам, объектам экономики нет. В деревне Каркатьево Нефтьюганского района этой осенью собираются ввести в эксплуатацию водочистную установку производительностью 250 кубометров в сутки. Об этом говорили во время онлайн-встречи Натальи Комаровой с жителями муниципалитета. Работы начались два года назад. Срок исполнения по контракту составлял 16 месяцев. Однако в силу нескольких обстоятельств дату пришлось перенести. Таким образом, новый срок сдачи объекта по контракту 1 декабря этого года. Но подрядчик уверяет, что это может произойти гораздо раньше. Глава региона поручила администрации Нефтьюганского района совместно с подрядчиками назвать точную дату окончания работы. Объект находится в стадии завершения. По контракту у нас 1 декабря завершение объекта и пустую эксплуатацию. Но мы совместно с администрацией прикладываем все усилия, чтобы завершить объект досрочно. То есть октябрь-ноябрь. Я даю вам месяц обоим для того, чтобы эту дату, когда будет сдача объекта, чтобы вы нас с вами все вместе. И, следовательно, мы двигались. Подключитесь, пожалуйста, к департаменту строительства. Дети из Донецкой Народной Республики проходят санаторное лечение в Сургуте. Участники проекта «Лето в Югре», реализуемого по соглашению о сотрудничестве между правительством региона и администрацией Макеевки, проведут три недели в реабилитационном центре. Там ребята, помимо большой культурной программы, как в детском лагере, получат курс медицинских процедур и поработают психологом. О том, как проводят время юные гости из Донбасса, материал Натальи Соловьевой. До своего визита в Югру макеевчанин Артем Стрелков не знал, что баня может быть такой миниатюрной. Это первое знакомство подростка с кедровой бочкой. Обычно лето он проводил, купаясь в местных водоемах. Говорит, в Сургутском реабилитационном центре ничуть не хуже, чем в Южном санатории. Это бассейн и так хорошо. Отлично даже. Помимо бассейна, детям и взрослым, которые приехали в Югру из Макеевки на отдых, доступны различные ванны и ручной массаж. Такие поддерживающие процедуры им назначили местные врачи. Укрепить здоровье и повысить иммунитет помогают и аппараты для физиотерапии. Например, гелиокомплекс. Гелио значит солнце. Здесь оно может быть даже красным и синим. У каждого света своя польза для кожи, дыхания и иммунитета. Решают центры и проблемы с дикцией, если таковые имеются. Дети, у которых нарушения в речи, речевые проблемы есть, они после парафинотерапии на челюстную зону приходят на логомассаж, к логопеду. Очень востребованная у нас услуга. Не менее трех часов в день отводятся на оздоровительные процедуры и работу с психологом. Песочная терапия помогает снять напряжение. Для подавляющего большинства детей такой отдых – первый опыт пребывания в санатории. До этого они редко выезжали даже за пределы Макеевки. Я отдыхаю в таком месте первый раз. Для меня это было все в новинку, что больше всем понравилось. Это вся энергетика этого здания. Это большинство людей, которые дают теплоту, дружбу, всю эту энергию, которая происходит в этом здании, и она приходит через себя. И это прекрасное ощущение. Дети и подростки из Макеевки проведут в Югре три недели. 21 дня более чем достаточно для того, чтобы ощутить эффект от любого курса процедур. Наталья Соловьева, Юрий Чанцев, телерадиокомпания «Югра» Сургут. Собаки помогут югорчанам выйти из стресса. Сургутское общественное движение «Дай лапу» в сентябре запустит канистерапию. Это такой курс лечения с животными. Три специалиста уже проходят обучение по данной методике. Об этом активисты рассказали ответственному секретарю совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александру Таченову. Он с рабочим визитом посетил Сургут. За помощью к общественникам смогут обратиться люди, которые испытывают страх, неуверенность, тревожность или находятся в состоянии депрессии. Также в строящемся доме волонтеров появится Кота-кафе, где для плохо говорящих детей запустят проект чтения вслух. Слушателями станут кошки. Юным сургутянам такая терапия позволит избавиться от страхов и поможет придать уверенности в себе. Открыть дом волонтеров планируют к 10-летнему юбилею общественной организации в октябре. Сейчас на попечении активистов больше 100 собак и 70 кошек. Мне кажется, всегда важно, когда люди из Москвы приезжают и знакомятся с региональным опытом. Потому что не все только в Москве и в Петербурге. Есть хорошее, есть очень много чего классного в регионах, что можно, собственно говоря, и брать, и тиражировать. Ну и просто знакомиться с опытом различных некоммерческих организаций, как мы здесь работаем и как мы здесь живем. Потому что, ну конечно, у нас условия от столиц отличаются. И я думаю, что важно понимать, а как вот оно на местах происходит. Статистика заболевших коронавирусом в Югре растет. За минувшие сутки в округе зарегистрировали 92 новых случая. С начала лета это максимальный показатель. Заразившиеся есть в 14 муниципалитетах. Больше всего ковид-положительных вновь в Сургуте. Здесь тесты подтвердили инфекцию 29 человек. В Нижневартовске 20 заболевших, в Нефтьюганске 10. В остальных городах и поселках по 8 и менее новых случаев. На момент постановки диагноза у большинства пациентов наблюдались признаки ОРВИ. Коэффициент распространения инфекции 1,02. В Нягоне уличные патрули усилят волонтерами. Речь идет о рейдах с условным названием «подросток». Сейчас на такие профилактические мероприятия отправляются группы из полицейских и сотрудников городской администрации. Поздними вечерами они ходят по улицам, заглядывают в места, где после 23 часов может кипеть жизнь. Так, всего за 4 дня участники комиссии составили 8 протоколов. 7 за неисполнение родительских обязанностей, еще один за вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртного. Впрочем, главное внимание патрульных направлено на соблюдение запрета для подростков появляться ночью на улице без сопровождения родителей. Ищут нарушителей в кафе, развлекательных центрах и у магазинов. Сейчас к действующему составу комиссии присоединятся волонтеры и родительские патрули. Международное сообщение в аэропорту Нижневартовска восстановилось только в феврале, но пока не в полном объеме. Тем не менее, практически на каждом рейсе сотрудники таможенного поста находят так называемую запрещенку. Чаще всего это продукты питания, которые подлежат ветеринарному или фитосанитарному контролю. Например, этой ночью после досмотра пассажиров, прилетевших рейсом из Худжанда, обнаружились нарушения. О том, как работает таможенный пост аэропорта Нижневартовска и какие технические средства там используют, расскажет Регина Гауфа. В Нижневартовске почти полночь, но сотрудники таможни на посту. Полчаса назад прибыл международный рейс из Худжанда. И контроль в самом разгаре. Находятся тут и запрещенные винограды, сыр и сухофрукты. И в этом случае списать свое нарушение на незнание не выйдет. Тут уже он сделал свой выбор, получается. И это уже идет как нарушение. Переступая ту или иную черту, физическое лицо принимает решение. Соответственно, зеленую полосу у него отсутствует товаров для оформления. Красный он заявляет товары к таможенному декларированию, который предусматривает пассажирскую таможенную декларацию. Сообщение с Таджикистаном в Нижневартовском аэропорту установили в конце мая. И теперь еженедельно отсюда совершаются два рейса – в Худжант и обратно. За это время возбуждено 29 административных дел по фактам несоблюдения запретов на ВОЗ. Помогает сотрудникам таможенного поста в этом техническое оснащение. Как, например, незаменимый для таможенных органов рентгеноскоп. Наименование его Хайман Систем. Он используется для осмотра багажа. Можно посмотреть по цветам. Это либо органика, это посвечивается оранжевым цветом, легкие металлы посвечиваются синим цветом и тяжелые металлы посвечиваются черным цветом. Определяет абсолютно все. Все контурно. Можно все посмотреть вблизи. А этот аппарат – ионодрейфовый детектор Кербер. Принцип его работы построен на газоанализе. Сопло аппарата всасывает воздух, который анализируется в газовой камере. Анализ идет по двум направлениям и выявляет взрывчатые и наркотические вещества. Он используется как в фоновом режиме, когда его выставляют напротив пассажиропотока, так и точечно, если появляются какие-то подозрения в отношении конкретного пассажира или его багажа. Во время прибытия международных рейсов детектор работает всегда. К слову, в период пандемии эти маршруты были приостановлены. Но работа таможенного поста не останавливалась. В этот период, несмотря на пандемию, наши должностные лица совершали таможенный контроль в отношении технических посадок воздушных судов международного следования. Это у нас приземлялись большие борта грузовые. Рейс у них был с Китая в Норвегию, с Китая во Францию, в Германию, в Канаду. То есть на этих бортах перевозились технические средства, медикаменты. В Нижневартовске ойти у грузовых судов проходила дозаправка и смена экипажа. И так как все это происходило на территории России, то и груз, и самолет попадали под контроль специалистов таможенного поста Нижневартовского аэропорта. А уже в августе работы у таможенников еще прибавится. 17 числа в дважды в неделю здесь будут принимать рейс из Узбекистана. Регина Гауф и Сергей Зайкин, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. Жительница Сургута получила длительный срок за убийство. Год назад 33-летняя женщина находилась в гостях у своей подруги, где они употребляли алкоголь. В какой-то момент произошла ссора, подсудимая стала избивать оппонентку, а затем схватила нож и нанесла несколько ударов. Потерпевшая скончалась на месте происшествия, а убийцу задержали сотрудники полиции. Отмечу, что в 2013 году женщину уже привлекали к уголовной ответственности за покушение на убийство своего малолетнего сына. Тогда ребенка от смерти спасла бабушка, а год назад фигурантка угрожала убийством собственной матери. Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил виновные наказания в виде 10 лет, 6 месяцев лишения свободы, отбывать которые она будет в исправительной колонии общего режима. Социальная гостиница для бывших осужденных в Сургуте увеличит свои площади. До настоящего времени граждане располагались в небольших вагончиках центра помощи «Шаг вперед», а в одноэтажном здании напротив обычно ночевали люди без определенного места жительства. Там же находятся административные кабинеты, душевые, прачечная кухня. Раньше некоммерческой организации принадлежала лишь часть здания, а в другой половине работу вел Сургутский районный центр социальной адаптации. Теперь учреждение передает свои 133 квадратных метра. Напомню, центр помощи «Шаг вперед» начал свою деятельность в 2009 году. Изначально специалисты занимались только с людьми с положительным ВИЧ-статусом. При поддержке гранта губернатора игры пять лет назад в регионе открылась единственная социальная гостиница, где теперь могут жить граждане, освободившиеся из мест лишения свободы, которых никто не ждет. «Вопрос, чтобы мы могли были вернуться. Вот здесь этим занимаются. Это большое. По спорю, очень хорошо, что часть помещения получает организация, что увеличится количество мест, санпинам будет соответствовать. То есть, да, уже хорошее, правильное, удобное место для вхождения, обратного возвращения в жизнь». Ханты-Мансийская кофейня-пекарня «Булочник» с введением санкций почти полностью перешла на отечественные ингредиенты, причем большая часть от югорских производителей. Это мясо, молочная продукция и ягоды. С итальянскими сырами выручила Республика Беларусь, причем качество у них ничуть не хуже, чем в Европе. В чем еще секрет успеха и популярности «Булочника», узнавал Антон Войтович. Мы находимся возле известного и любимого ханты-мансийцами места. Это кофейня-пекарня «Булочник». Здесь производят зерновые багеты, круассаны, курники, растягай, пироги, торты и многое другое. Все это из натуральных продуктов российского и белорусского производства. Но почему и угорчане так любят местную продукцию, сейчас узнаем. Добрый день. Здравствуйте. Расскажите, часто здесь покупаете штуку? Ну, раз в неделю точно. И что самое любимое? Любимый круассан с ванилью, любимый творожно-прусничный десерт. Ну и вообще иногда, когда не хочется в выходной готовить завтрак или в будний день, то обязательно приезжаем сюда на кашу и сырники. Меню булочника пестрит разнообразием. Может показаться, что раз это пекарня, то здесь выпекают хлеб, кондитерские изделия и все этим ограничивается. Но это не так. Гостям заведения предлагают комплексное питание. Постоянных клиентов, не представляющих свое утро или обед без булочника, масса. Кофейня, пекарня, булочник пользуются огромной популярностью у жителей города. Сейчас половина 11 утра. При нас прошел уже не один десяток человек. Сейчас уточним, сколько именно обычно посещает. Добрый день. Здравствуйте. А сколько уже человек с утра? С утра до нынешнего часа получается уже 81 человек. 81. А обычно в среднем в день сколько? Обычно даже больше, в районе 100 человек. С 8 утра до 11 примерно приходят за завтраками, за выпечкой, то за тортиками приходят. Обычно на работу с собой берут, тут кушают. Потом у нас подготовка к обеду идет уже. На обед еще больше народу приходит. Итак, в день сколько человек у вас? Ну, обычно в районе 300-400. А на обед что берут? Обед у нас всегда по-разному. Сегодня, к примеру, будут борщи, свежие капусты, картофель по-домашнему и котлета из щуки. С введением санкций у угорских предприятий появилась новая задача – импортозаместить все те товары, которые раньше поступали из-за рубежа. Не стал исключением и булочник. Какое-то время даже переживали, не придется ли сокращать меню из-за возможного недостатка ингредиентов. Не пришлось. Мы перешли на российского производства и на производство в Белоруссии. Особенно это касается сыров, которые мы используем в приготовлении наших десертов. Это маскарпоне, креметто. И очень помощь нам была Белоруссия, которая быстро подхватила это все и стала изготавливать сама эти сыры. Они нисколько не отличаются по качеству. А большая часть ингредиентов вообще местных производителей – молочная продукция, ягоды, черника, брусника, малина, мясо и курица – все родное югорское. 0% красителей и вкусовых добавок. Кредо местных поваров. У нас хлеб не хуже и не лучше, просто у нас он другой. Абсолютно. А чем? Рецептура другая. Такую рецептуру не использую. Секрет какой-то есть, да? Ну да, например, мы производим бездрожжевые сорта хлеба. Это люди, у которых, допустим, аллергия на дрожжи и на какие-то еще ингредиенты. Пожалуйста, есть бездрожжевые сорта. Бородинский хлеб у нас готовится тоже по старорусскому рецепту. На этом булочник не собирается останавливаться. Сегодня в Ханты-Мансийске работают две кофейни-пекарни этого бренда. В планах – открытие других заведений. Тем более, что просьбы об этом от постоянных клиентов поступают регулярно. Антон Войтович, Ильдар Муратов, телерадиокомпания «Югра-Ханты-Мансийск». Югорские боксеры вышли в финал командного Кубка страны. Накануне в упорном противостоянии была повержена команда из Приволжского федерального округа. Боксеры провели все 13 поединков. Вышли на рынок югорчане. Руслан Петгерняк, Магомед Нури Магомедов и Бахтавор Назиров добились побед в своих поединках и помогли сборной УРФО выйти в финал. Стоит отметить, что бой Бахтовара-Назирова рефери остановили еще в первом раунде. Из-за сильного рассечения соперник не смог продолжить поединок. Итоговый счет встречи 21-18. Наши боксеры заняли первое место в группе «Б» и в субботу в финале будут биться за Кубок страны с командой Центрального федерального округа. Югорский хоккей в канадском стиле. На арене Югра в Ханты-Мансийске продолжаются работы по модернизации игровой коробки. Напомним, что новый сезон Югра начнет на уменьшенной площадке. Ширина ледового покрытия сократилась на 4 метра. Какие еще изменения ждут хоккеистов и болельщиков, узнал мой коллега Дмитрий Пришвицин. Хоккейные баталии на арене Югра станут ярче и интереснее. Динамики игре добавят новые размеры игрового корта. Теперь хоккейная площадка будет с канадскими размерами, то есть на 4 метра уже привычных европейских стандартов. Я думаю, это будет немножко внову нашим болельщикам. Хоккей станет более динамичным, более опасным, более агрессивным, мне кажется. Будет много борьбы, много силовых. Я думаю, будет не меньше голов. Изменения размеров не скажутся на подготовке команды, так как во время сезона хоккеистам нужно будет играть и на больших площадках. Поскольку пока не все команды высшей хоккейной лиги модернизировали свои ледовые арены. Что-то кардинальное должно меняться в подготовке нет. Хоккей, что на канадской коробке, что на этом, все равно хоккей, базовые моменты, они в любом случае одинаковые. На большой площадке у игроков есть больше времени принять решение на создание какой-то определенной комбинации. На маленькой же площадке время ограничено, место ограничено и нужно принимать решение в два раза быстрее. Но это еще не все новшества, с которыми югорчанам предстоит познакомиться. Заменили на арене югра и борта. Сейчас они, во-первых, ниже на 10 сантиметров, а во-вторых, изготовлены из другого материала. И он более мягче, уже сам борт намного мягче, чем раньше были жесткие дети. Сейчас они, даже требование, чтобы борт, он был как волной играл. Это сейчас, на который мы ставили борта, прямо видно, это красиво смотрится все. И, соответственно, игроки не травмируются. Раньше болельщики первых рядов были, можно сказать, в самой гуще событий, потому что скамейка запасных до трибун была на расстоянии вытянутой руки. Сейчас же борта отодвинули от трибун на 2 метра с каждой стороны. Соответственно, и свободного пространства здесь станет больше. А, соответственно, болельщикам первых рядов будет сложнее подсмотреть, чем же занимается любимый хоккеист во время смены. Еще один плюс обновлений в том, что спортивный объект станет универсальным. Теперь можно будет с легкостью снимать установленные борта, не размораживая лед. Устанавливается новая коробка хоккейная с основанием по АСДМ, который позволяет снять борт, не размораживая лед. То есть это очень функционально. Любой концерт, любое мероприятие быстро разбирается все, быстро монтируется обратно. По ширине уменьшилось на 2 метра с каждой стороны. И здесь ледовое поле остается открытым. И оно будет теплоизолироваться. Ляжет теплоизоляция, потом слой фанеры, и сверху закроются резины, чтобы могли ходить в коньках. А на самом поле, вот здесь будет 3-4 сантиметра льда. Работы на арене Югра продлятся до середины августа. Там-то и начнется второй тренировочный сбор у команды. Уже на обновленной канадской площадке. Ну а пока подопечный Эдуарда Занковца находится в Курганово, где уже добиваются первых побед и с нетерпением ждут выхода на обновленный лед. Дмитрий Пришвицин, Федор Тюменцев, Ильдар Муратов. Телерадиокомпания Югра. Ханты-Мансийск. 11 угорчан примут участие в международных спортивных играх «Дети Азии». В этом году они проходят во Владивостоке. Состязаться здесь будут более 1300 атлетов. Это подростки от 13 до 16 лет из 12 стран. Участники международного турнира разыграют 273 комплекта медалей в 19 видах спорта. Угорчане выступят в самбо, боксе, греко-римской борьбе, дзюдо, стрельбе из лука и легкой атлетике. Накануне состоялось открытие игр. Там выступил министр спорта Олег Матыцин. Он принял эстафету огня от участников большого спортивного праздника. Игры «Дети Азии» будут идти в столице Приморья до 8 августа. Мы благодарны нашим друзьям из дружественных стран за неизменность решения об участии в играх в нашей стране. Эти соревнования призваны еще раз продемонстрировать всему миру объединяющую силу спорта. Следить за новостями телеканала Югра можно в Телеграме и ВКонтакте. У меня на этом пока все. Будьте в форме и не сходите с дистанции. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале Югра. Субтитры создавал DimaTorzok